На одном из бесчисленных сайтов в ряду множество тем, как бы, между прочим, затерялась такая информация. ЕС в 2202 году умрет последняя натуральная блондинка. К такому неутешительному выводу пришли специалисты Всемирной Организации Здравоохранения. Блондины стремительно исчезают, поскольку лишь немногие из них способны передавать блондинистый ген следующим поколениям. Если обладатель светлых волос, светлых бровей и голубых глаз заводит ребенка от брюнета, вероятность того, что малыш окажется темноволосым, чрезвычайно высока. Ребенок должен получить ген блондина от обоих родителей в третьем поколении, чтобы самому вырасти белокурым. Исследователи отмечают, что последняя блондинка планеты, вероятнее всего, будет жить в Финляндии, поскольку сейчас в этой стране самая высокая концентрация блондинок на душу населения. С исчезновением блондинок натуральных множится число так называемых блондинок из аптеки. Шатенки и брюнетки красят волос, чтобы быть более привлекательными в глазах мужчин. И это работает. А блондинки – это кто? Народ русов, что темный народ? Исходя из сказок, исконной культуры, законов биологии явно нет. Мешаный? Так утверждают специалисты, собирая фото со всех уголков Руси сегодня, когда массовая ассимиляция на 90% уже состоялась, объединяют все эти фото в одно и убеждают нас, что получившийся, естественно, портрет гибрида и есть действительно лицо русов. Если бы русы изначально были народом со смешанными чертами, то белокожих русов, людей с рецессивными генами, давно не было на свете. Смешанный народ свободно допускает смешанные межвидовые браки, связь людей разного вида. Но у русов рецессивные гены – первая же супружеская пара белокожей, голубоглазой блондинки и жгучего брюнета – обрывает светлый рот. Дети в таких семьях русами уже не рождаются. То есть эта блондинка или блондин, взявши в жены шамахинскую царицу, оказываются последними в своем русском роду. Сколько просуществовал бы белокожий народ, народ с рецессивными генами, считая себя мешанным, то есть перечисляя к своему народу людей всех видов, не утруждая себя заботой о сохранении чистоты собственной породы, допуская заключения смешанных межплеменных браков. Тогда как только календарь русов – самый древний на планете? Сейчас у нас по-китайскому 4710 год, по календарю майя – 5125, по еврейскому – 5772, по египетскому – 6248, по русскому – 7523 лето от сотворения мира. При этом, возможно, имеется в виду не начало времен, а всего лишь день заключения мира после долгой, тяжелой войны, свидетельством которой является стена, сегодня именуемая китайской. Но бойницы, которые почему-то направлены не на север, а на юг, указывают, что каляды дар на порядок длиннее, что говорит о том, сколько существует русский народ. Но даже если достоверность этих утверждений поставить под сомнение, так как чужая вера старательно уничтожала все древние свидетельства истории русов, то о присутствии на земле человека еще миллионы лет назад говорят археологические открытия, находящие в окаменевших пластах изделия рук человека. А так как человечество прямо на глазах постоянно темнеет, смеси светлого народа делают темной, каждый это видит сам, и никакие мутации из темнокожих народов не могут создать белокожий. Нет этому ни одного примера. Следовательно, присутствие на земле русов, светлокожего народа, равно времени появлений на планете Земля-человека. А описание вида богов, прародителей в древних племенных эпосах многих народов указывает, что именно кровь русов лежит в истоках многих племен. Русы явно изначально были очень многочисленны, если со своими рецессивными генами смогли до сих пор сохраниться. Но народ с рецессивными генами, даже многочисленный, никогда не смог бы сохраниться, не принимая специальных мер по собственному сохранению. Настоящая блондинка сегодня редкость. Но что бы ни говорили про русского потереть, такие еще остались. Настоящую блондинку три не три, примесей в ней нет. На это указывает чистота белизны ее кожи, чистота голубого цвета ее глаз. А раз сегодня, несмотря на многовековую ассимиляцию, еще не перевелись на Руси настоящие блондинки, значит, исконно Русы – это не мешанный, а именно светлый народ, в древности очень многочисленный, раз со своими рецессивными генами сохранился до наших дней. А блондинки – это и есть женщины именно народа русов. Как бы вскользь упоминая об исчезновении блондинок, подразумевается, что в 2202 году окончить свое существование должен именно род русов. Именно русов, так как только пока существуют блондинки, можно говорить о сохранении народа русов. Если блондинок на земле не станет, значит, не станет и самого народа русов. Русский вопрос решится кардинально, незаметно для русов, без всякой видимой войны. Просто великий народ с песнями и плясками тихо уйдет в небытие, а само название Русь другие народы, возможно, и сохранят для прикола в назидании своим чадом. Мол, помните, что бывает, когда мужи народа забывают свой главный долг перед создателем – хранить свой вид? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова